Книга «Открытым оком», том 3, тема «Канонизация», вопрос 1019. Сегодня во всех газетах пишут всё о новых и новых канонизациях. Что это такое и как это совершается? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Всё это проще паренной репы сегодня делается. Было бы желание и умение писать грамотно. В каждой епархии свои местноочтимые Муньосы, Антонии, а землянам всем хочется на небе иметь своего протеже. Всё это в самом неприкрытом виде есть личное веяние и сквозняк в мозгах. Вера у Бога уже сильно поубавилась, а потому эту пустоту занимают глупостями, не ожидая туда Божия. Решают дедушки в колпачках, кого на правую сторону, а кого на левую сторону определить. Вздумали на днях адмирала Ушакова провести парангу о табелях во святые и уже иконы замироточили, уже акафисты Коробейниковскому чуду, уже благословения и утверждения. Вот горячий пример. У меня был знакомый Гена Яковлев, которому Кришнаид отрезал голову. События не ах ты как уж и редко в наше время, но начали появляться и описания его жизни с очень четкой тенденцией к тому, что нужно только утвердить его во святых. А так уже и несомненно и приточно, что он на небе у Христа за нас всех ходатайствует. И не просто рядовой и на небе, а он в неприступном свете. Я упрекнул и в очень резких словах отца Геннадия Фаста, которого вижу, как главного канонизатора. Он заотпирался, что Дей и не думал ни о какой канонизации, а просто венок памяти на могилу свежевоенному Дене. Это брошюрка воспоминаний, знавших Гену. Но даю выдержки из его письма и выдержки из его же книги. Тут и говорить не надо, насколько сверхтенденциозно подобраны воспоминания, чтобы даже ни у кого не было сомнения, что Гена на небе и нужно только утвердить это решением на соборе. Чего уж тут отпираться-то? И действительно, совесть все равно мучает, что все-таки взялись за благоугодное и не за богоугодное дело канонизации и провокации. Отец Геннадий Фаст пишет мне, я никогда не занимался сбором воспоминаний об отце Григории и тем более никогда не готовил материалов к его канонизации. Откуда вы вообще все это взяли? Вы сами придумали этот миф и разразились столь уничтожительным ударом против него. Это на вашей совести. Я вообще не занимался сбором материалов и вымышенной вами канонизацией. Вот такая, можно сказать, случайная подборка воспоминаний и вышла в отдельной небольшой книжкой, не претендующей ни на полноту биографии убиенную, ни на его канонизацию. Кавычки закрыты. Вот выдержки из этой книжечки. Зигзаг молнии в ненастный день. Жизнь и мучительная кончина иеромонаха Григория Яковлева. Страница 104. Красноярск. 2002 год. 1. Страница 28. Еще одним мучеником восполнилось число поднебесным жертвенником, убиенным за Слово Божие, за свидетельство. Через эту мучительскую кончину дана на небе отцу Григорию одежда белая. Кровавым крещением совершенно очистился он от грехов, от коих едва ли чаял очиститься при жизни. А кровь мученика в соответствии со словами древнего христианского писателя Тертулиана, есть семя новых христиан. Страница 29. Теперь мы более нуждаемся в его молитвах, чем он в наших. Так это чувство внутри осталось. Молимся за убиенного, чувствуем, что исполняем долг. И одновременно чувствуем, что пред Богом он уже молится о нас. То ли прощаемся с покойником, то ли прикладываемся к мощам мученика. Батерей Геннадий Фаст. Вторая страница 31. Господь простит ему все личные его прегрешения, упокоит бессмертную душу его с праведными. Антоний Архиепископ Красноярский и Енисейский. Третья страница 47. Наверное, не мое это дело писать житие святого. Мне, естественно, неизвестны намерения священноначальника ли я прославить нового священномученика вместо или дожидаться деяний предстоящего летнего собора. Но тем не менее, хоть и упреждая события, молитвенно воззовут. Святые священномученича Григорий, моли Бога о нас. Виктор Львович, город Одесса, Украина. Примечание. Игнатий Дихонович Лапкина. Неизвестны даже намерения священноначалия, но абсолютно известны мысли Господа Бога. И об этом говорится в Библии. Так. Исайя 55, 8, 9. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Четвертая страница, 48. Теперь его нет нигде на земле, он где-то там, во свете неприступном, он мученик за креста, подобный тем, о которых я читал в житиях святых. Все это так необычно. Ум мой изнемогает, не вмещает сего. Помолись обо мне, отче Григория. Страница 62. Но Россия вошла в 21 век христианства, украшенная подвигом еще одного мученика за веру, отеческую, за веру православную. А это доброе семя, он принесет много плодов. Иерей Виталий Шумилов. Примечание Игнатия Тихоновича Лапкина. Какой подвиг? Ночью по дерзости открыл своей двери, своей смерти двери. За какую веру мученик, его что, заставлял Кришнаит отречься, и он устоял? Страница 5, страница 99 по 101. И мы ясно чувствуем, что по тем благим изменениям, которые происходят в жизни нашего прихода, если при земной жизни батюшка так горячо любил своих духовных чад и ревностно совершал свое пасторское служение, то теперь, освободившись от уст бренного тела и имея молитвенное дерзновение пред Богом, он с еще большей любовью заботится о всех нас. Знаменательным и ярким событием стал приезд к Эвенкию архиепископа Антония. В небе Эвенкии засияла яркая радуга, и это в начале декабря. Это не случайность, не совпадение. Природа – это книга, читая которую мы познаем Бога. Так на Рождество Христово жители Туры ясно видели на луне крест, от которого на землю падал луч, а в ночь на годовщину гибели отца Григория на небе играло чудесное северное сияние, причем, как рассказывают очевидцы, оно имело форму церковного купола, светилось прямо над свято-троицким храмом. Ибо та кровавая трагедия, которая разыгралась два года тому назад в нашем храме, есть благословение Божие. Эвенкея имеет теперь своего родного малетинка у престола Божия. И романавт Тимофей, филин, город Тура, Эвенкея. На луне крест. Как доказать, что именно крест, и какое отношение он имеет именно к Туре? С такой высоты, как можно было определить это, что именно над Турой или северное сияние в виде купола только и взахаешь, бедный, еродивый, православный, и точно знают, и точно толкуют. Все это непровержимо точно, с претензией на то, что иначе и толковать никто не может. А нужно ли это толкование северное сияние? А баптисты, быть может, смотрят из своего хорошего, незарегистрированного молитвенного дома на это же сияние и умильно благодарят своего же создателя, минуя православные акафисты, что наконец-то Бог услышал их молитву избавить от их неправильного гонительного искусителя, и что заступник их провел черту по его шее. И они видят явно это благословение, так как Бог, которому они молились заранее, уведомил их, что Он за них, что и не скрывает живописатели. У баптистов намного больше оснований толковать, как сияние, так сияние северное в свою пользу. Теперь у них мир и покой на многие годы. Растерянному Иерею, Тимофею Филину, это урок, сидеть спокойно, как Филину на развалинах, и не тревожить больше детей Божьих, за которые заступился сам Бог. А Кришнаид, убийца, признанный невменяемым, спокойно разгуливает в психиатрической лечебнице и смотря на это северное сияние, благодарит черного Кришну, что Он помог ему принести в жертву холителя его святой веры. И как знак угодности жертвы, вот оно, северное сияние, и видится оно ему в виде пагоды, а в аптестском виде молитвенного дома, тут ведь все зависит от силы воображения, от страха Божьей, от веры, посвященную Писанию. Каждый судит по своей испорченности. Почаще нужно смотреть на свои канонические измышления глазами другой стороны. Конечно, в Слове Божьем мы не находим ни слова о том, что пишут случайные воспоминания Гене Яковлеве. Воспоминания во всем разные, но в одном одинаковые, что Гене, несомненно, находится на небе в свете неприступном. И все они, несомненно, уверены, что он пострадал за веру и истину. И они ни слова, даже намеком не сказали, что отец Григорий Яковлев находится в церкви, зараженной экуменизмом до мозга костей, пропитанной предательским сагианством и наводненной всеми безумными безумствами последних лет, мафиозными церковными структурами. При тщательном рассмотрении в этих воспоминаниях видится только больной, воспаленный бред людей, потерявших направление в следовании за Христом. Сегодня мировая канонизация в очах Божьих. Есть, быть может, мировая канонизация. А нам о том, кто доложил. Как важно вовремя на пенсию уйти. Немолодым, но юным, оставаясь. На всех часах в двенадцать без пяти краюшка отбывала былого каравая. Не добирать, ища по за углам, песчинки, порошинки. Песчинки, порошинки здравой мысли, что не успел, невыполнимый план. Теперь не доверешь в рублях и в числах. Не до скандаль, до донышка, до ручки. Не запирайся страшно до упора. Священник, прихожанин, всех научит. В той Академии Иисусовой Нагорной не унеси свой опыт, передай по завещанию проправнукам и внукам. Сам добровольно сдай им без вреда раскрепости крестившиеся руки. Им в суете расслышать недосуг. Моих не рассмотреть завещанных сокровищ. На меч перековал давно отцовский плуг, обрезать виноград и разные овощи. Плуг не один, трехлемешный в запасе. И семилемешный готов вам на подмогу. Вам факел передал, да не угаснет. Я с ним нашел невидимого бога. Осознаю по шрамам на руках, каких трудов мне стоило добиться. Распахи в юных, в стариках плоды увидеть, а не только листья. В моих ответах звон стихов писания, склонившиеся главы бытия до откровения. Теперь проверьте сами, как звал избавиться от винопитья. Не осудите строгость обличений, они не мной измыслены в укор. Мои труды на вашем попечении. Я с вами вместе. Поминальный хор. 20 июля 2002 года. Игнатий Иханович Лапкин.